Чувство масляными красками. В галерее «Артель» открылась шестая персональная выставка запорожского автора Веры Устянской. На этот раз она решила не ограничивать пространство только своими полотнами, а предоставила слово своей дочери Василисе Ткач. Вкусная обедка, ты смотрят на тарелку с рыбой. Пожалуй, самая запоминающаяся работа с неизбитым сюжетом. А вообще на выставке много вкусностей. И конфеты, и крыжовник, и даже белые розы на черном бархате, и теплый свет вечернего солнца, и внутренний дворик, дождь и первый снег. Все эти работы полны чувств. География не имеет значения. Разная картина, разные чувства. Они все такие маленькие, камерные, интимные. Были радостные чувства и печали. И некоторых работ я хотела передать. Запах дождя, свои впечатления от вечера, от снега, от первой зелени. Все то, что меня окружало, то, что я передавала, я именно на эту выставку подобрала самые чувственные работы. Это было очень тяжело выбрать из своего количества этюдов, что я написала за этот период. Но все работы интересны по-своему. Мало кто из художников так красиво и тонко чувствует колорит, умеет работать с цветом. Вот в данном случае Вера Устянская, она не просто, скажем, раскрывает тему. Она раскрывает тему через традиционный язык живописи. Последние годы я встречаюсь с этим явлением все реже и реже. Потому что настоящих живописцев, их действительно все меньше, может быть, и меньше. Как говорится, яблоко от яблони. Дочке Веры Устянской Василисе всего 2,7. Первый раз взяла краски в 8 месяцев. А то, что получилось сейчас, мама показывает вместе со своими работами. Я увидела, как она классно чувствует цвет и композицию. Такие абстрактные находки, которые не каждому, допустим, взрослому художнику так вот по силу. Потому что у нее есть эти первичные чувства, которые еще не испорчены какими-то канонами. Она именно истинные чувства выражает. Я считаю, что это главное качество живописи. Потому что именно придать чувство картине, это должно быть первостепенно, а не ремесло автора. Каждая из работ со своим номером. Посетителям своей выставки Вера предлагает проголосовать за понравившийся календарь в подарок. Результаты обещают опубликовать в соцсетях. Тогда станет ясно, какие чувства автора оказались наиболее близки ее зрителям.